Всем привет! Меня зовут Надежда. И я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая Жизнь. Ночь в полночь мне не спится, ребят. Я же все думала-думала, что же мне посадить в новые мои кашпо-горшки. Вот эти вот, с добрым утром, которые на фитиле. Я еще до конца не придумала, но у меня прям есть мысль. По поводу одного горшка это точно. Есть у меня вот такая хойка. Это хоя лимонника. Лимонника, я надеюсь, я правильно называю. Ну, по крайней мере, у меня она была, она мне сейчас подписана как лимонника. Я ее покупала в том году, она приходила ко мне год назад. Да, год назад. И вы знаете, в отличие от всех остальных хой, она растет у меня очень плохо. То у нее какие-то листики идут непонятные, я делала ей срез, видите, я вот здесь ей чекнула. Вот у нее дальше пошло вот здесь осветление, потом уз шел, шел, шел. Но уз она раз и засушилась здесь. Я даже знаю почему. Потому что я постоянно ее дергаю туда-сюда. Она так у меня сидит вот в этом маленьком объеме. Вот. Ну, маленький объем это нормально, это хорошо для хоек. И я теперь такая смотрю, смотрю на нее, думаю, ну, ты же все равно не растешь. Правильно? Не растешь. Давай мы тебя, мы тебя проэкспериментируем. Ну, по крайней мере, для кого-то это будет абсолютно не новая посадка. А у меня такой посадки нет. Ну, уж коли у меня есть вот такое вот красивое кашпо. Где мне, знаете, сама идея ухода за хоями, насколько я поняла, да, какой-то год ими там занимаюсь, да, более меня плотненько. Все, что я поняла об этих растениях, это то, что если вы хотите от них хороших результатов, действительно, да, чтобы они росли у вас, чтобы они у вас свели, в конце концов. Вот, поставьте их и не трогайте. Хоя закрепляется. Как только хоя чувствует, что у нее есть опора, да, как только она чувствует, что ее никто никуда не дергает, она идет в рост. Ребят, она идет в рост. И всяких удобрений и так далее, и тому подобное. Поэтому, а эту хояку я постоянно дергаю. Вот, вот, вы не поверите, она стоит у меня на высокой полочке. И вот, чтобы мне ее полить, я ее там приподнимаю, ага, смотрю там, как у нее там лечу, за блин, сверху посветлела, не посветлела. Вроде посветлела, ага, приподниму, нет, вроде не понимаю. Вот это, вот это все дергание хойки не любят. Все свои хойки на Новый год я пересадила. Я пересадила их и поставила в кашпу квадро, прозрачные, где прекрасно видно, как просыхает там грунт, да. Вот, они у меня, кстати, недавно оплили у меня уже стоечки и полезли уже у меня по стенам. Так же, как вот именно происходит то, что я и задумывала. Потому что я их вообще не трогаю совсем. То есть я подхожу раз в недельку и смотрю, ага, просохла, подлила. Я даже для того, чтобы, я даже не трогаю кашпу, понимаете, насколько вот мне вот это все нравится. А вот эта бедолажка, да, вот она у меня стоит там, мало того, что ей закрепиться не за что, потому что и вот опору тут ей нарисовать, да, ну вот на что опору тут ей делать? Ну, пока никак. По идее, можно просто, она сейчас вот пересадить ее, да, поставить ее в одно место, видеть прекрасно уровень, да, воды. Вот, допустим, вот в этом кашпу я буду прекрасно видеть, какой уровень воды. Все, мне больше ничего не надо. И направить усик, да, допустим, куда-нибудь там наверх. Он сам найдет себе место. Самое главное, чтобы больше ее не трогать, не кантовать. И чтобы у меня это получилось, вот я хочу вот поставить ее вот в такое вот кашпу. Да, да. Ну что, приступим? Не просто в это кашпу. Ребята, я хочу ее еще посадить в керамзит. Да, в свой любимый керамзит. Керамзит у меня фирма Пларгон. Так. В этом керамзите у меня сидят все мои орхидеи. Хорошо сидят, хорошо себя чувствуют. Ну, видите, она тут особо-то, она бы и нарастила бы, может, чего-нибудь бы, господи, если бы я ее туда-сюда. Хотя вот в посадку, как говорится, ну, не знаю, в общем, она у меня не растет. Давайте уже с ней что-нибудь придумаем. Вот. Много, конечно, я не потеряю. В конце концов, можно будет просто ее начеренковать, переукоренить, в конце концов. Можно будет, кстати, так сделать и все. Так, может быть, даже быстрее будет. У меня вот, вы знаете, вот эти все... Дре, наверное, сюда потрошу, да? Надо было ли сюда отоблинуть. Как-то так. Вот, ладно, сюда вот так будем потрошить. Вот, у меня много раз такое было, допустим, не растет растение вообще. Вот, я его туда-сюда пересаживаю, корешки там только пытаются там что-то. Вот. И пока основное растение, которое я туда-сюда пересаживаю, вот, пытается там как-то укорениться, что-то снова придумать своими новыми корнями. Вот, новые ростки, которые я укоренила, уже давным-давно пошли в рост. И растение намного уже даже больше, да, нет, материнское растение. Вот, и догоняет его, и даже перегоняет. Так, ну ладно, ну ладно. Ну вот, ребят, все, что есть. Мыть я это не буду, смысл все это мыть. Все это до конца потом отгниет, и все заново нарастет, конечно же. Вот, ну я надеюсь на это. Значит так, мы поставим с вами керамзит на фитиль. То есть это будет посадка, сейчас я вам скажу, это гидропоника, обычная гидропоника. На гидропонике у меня прекрасно все росло, кроме аллоказии, оговорюсь. Она, конечно, у меня не погибла, нет, не погибла, но и не росла. Так что мое личное мнение по поводу аллоказии лучше не надо. Вот, в общем, керамзит я помыла. Вот, сейчас мы с вами ее сюда вот так вот щедро накидаем. Сейчас, скорее всего, мне придется идти еще маленько помыть, потому что это маловато будет. Так, да. Давайте так своим примерьем. Вот так вот. Разложим корешки аккуратненько. И вот так сейчас нужно будет с вами его засыпать, ее хой-ку-ку. Пускай это будет мой личный эксперимент. Хойка на фитиле, на гидропонике. Сейчас я принесу сюда еще немножко керамзита, чтобы она закрепилась хорошенько. Так, дамула еще маленько. Давайте засыпем ее до конца. Закрепим все хорошенечко. Понятно, что сейчас она нарастит в корешке, она сама закрепится. Вот. Но пока и надо помочь. Так, самый главный секрет успеха выращивания растений на гидропонике – это, сейчас скажу, это яркий свет, очень хорошее освещение. Так, здесь у меня теплая водичка, и в ней разведен циркон и ажби. Сейчас я протрую листики, протру листики и пролью. Вот. Яркий свет, теплая вода, полив теплой водой. И чтобы было тепло снизу. Ну, то есть, вообще комфортная температура. Должно быть тепло, ребят. Если у вас холодно, ни о какой гидропонике, не думайте. Должно быть все очень-очень тепло. Желательно даже теплее, чем обычно. Поэтому обычно можно даже вставить, да, на те полочки, где снизу, допустим, есть лампы, освещение ламп. Потому что осветительные лампы, все вот эти, они тоже очень-очень согревают наши полочки. Если вы не обращали внимания, положите руку на полку, на которой прикреплена та или иная лампа. И вы почувствуете тепло. Вот на такие полочки. Ну, естественно, сверху тоже должно быть очень светло. И все. Вопросов нет. И, конечно же, то есть, как только пойдут корешки, уколеняшки все эти, потом просто нужно будет кормить. Либо это у нас что? Растворы для гидропоники, да? Вот. Есть хорошие, прекрасные вообще растворы. Формулексовские. Есть просто расти, пожалуйста. Вот. Есть, да просто экофуз тот же самый. Это вообще универсальное удобрение. Вот. Оно подходит вообще под все. Я так, допустим, даже все свои архи... Мне вообще считается, что это гидропоника. Есть отмена гидропоники, да? Все. Кушают спокойно. У меня экофуз. Хотя у меня есть, пожалуйста, расти. Можно и расти. Так. Видите, потихонечку водичка опускается. Растворчик. Растворчик потихонечку опускается. Сейчас мы вот это уберем. Вот так. Ну и замечательно. Замечательно. Ну и все. Я сейчас, скорее всего, сразу же уберу все это дело. Знаете, сразу же на ее место. И будем за ней посмотреть. Сегодня у нас что? 12. 12. 12 мая. Посмотрим, как быстро все это дело укоренится. И как же это будет расти именно на гидропонике. Ой, люблю я все эти эксперименты. Прямо обожаю. А я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok